В наше время жизнь в городе предоставляет людям огромные экономические, технические и культурные возможности. А чтобы улучшить условия жизни завтра, необходимо уже сегодня готовить специалистов, которые смогут преображать города, определяя приоритеты пространственного развития, используя современные цифровые технологии, находя взаимосвязи между зданиями, транспортной системой, природной средой и жителями. Сегодня стоит вопрос не просто запроектировать город, реконструкция города, а как эксплуатировать город. Как управлять город, как создавать вот эту комфортную среду. Мы хотим жить, мы хотим видеть хороший вид из окна, мы хотим, чтобы наш дом был рядышком социальной инфраструктуры, были школы, детские сады, велодорожки, чтобы были безопасные дворы. А это все, понимаете, это все шлифовка на уровне экспертов. Поэтому такая специальность, как урбанист, урбанист-менеджер, урбанист-городостроитель, она сегодня просто объективно востребована. И очень хорошо, что в нашем педуниверситете появилась такая специальность. И я вам скажу, что и в техническом университете, как вторая ступень образования магистратуры, тоже открывается специализация архитектор-урбанист или городостроитель-урбанист. В Брестском государственном университете имени Пушкина на специалистов-урбанологов и сети-менеджеров уже имеется порядка 400 заявок от 30 предприятий Беларуси, среди которых Брестгуртранс, группа компаний «Санта», Полесье, Жилстрой, Белнии, городостроительство и не только. И этот спрос будет только увеличиваться. Поэтому уже в текущем году планируется набрать 20 студентов, 17 из которых будут учиться за счет бюджетных средств. В целом можно выделить три сферы, где могли бы себя зарекомендовать будущие урбанологи. В первую очередь это, конечно же, сфера государственного управления. Здесь стоит отметить, конечно же, главную направленность на создание комфортных и благоприятных условий для проживания населения. Второй блок – это, конечно же, работа в различных коммерческих структурах. Это и транспортно-логистические компании, это и консалтинговые, и аналитические агентства, это и торговые сети. И третья сфера – это, конечно же, реализация различных бизнес-идей, в том числе стартапов. И как в качестве индивидуальных предпринимателей, так и в роли учредителей, руководителей, соучредителей юридических лиц. План образовательного процесса включает несколько модулей, таких как социально-гуманитарные, аналитические, естественные науки, геосистемы, экономика и урбанистика. Чтобы открыть новую странную специальность, университет самостоятельно разработал учебно-программную документацию. Типовые планы, концепцию обучения, что является большой редкостью для нестоличных вузов. Решение об открытии новой специальности для Беларуси – урбанологии и сети-менеджмент – это явилось итогом многолетних научных и социально-экономических исследований под руководством Красовского Константина Константиновича, одного из самых известных белорусских географов и демографов. Кроме того, решение об открытии специальности обусловлено тем, что в университете накоплен очень большой опыт по подготовке специалистов, по практикоориентированным специальностям. У будущих студентов еще есть время для подготовки. Чтобы поступить на урбанологию и сети-менеджмент, необходимо будет сдать ЦТ по трем предметам – географии, математике и белорусскому либо русскому языку. Продолжение следует...